Владелец Ламборгини, разбившегося на Варшавском шоссе, призвал всех молиться за жертв аварии. В спорткаре были двое мужчин. Водитель погиб, пассажир попал в реанимацию. На месте ДТП побывал наш корреспондент Андрей Ященко. От спорткара стоимостью более 10 миллионов рублей осталась только груда покореженного металла. Удар был такой силы, что даже части фонарного столба, вот эти вот металлические, разбросала на несколько десятков метров от эпицентра аварии. В момент столкновения в машине находились двое мужчин. Водитель скончался на месте, пассажира с тяжелыми травмами доставили в одну из столичных клиник. Известно, что сейчас он находится в коме. Кто же эти люди? Как стало известно, это сотрудники автосервиса, куда известный борец Адам Яндиев отдал свой спорткар для того, чтобы провести очередное техобслуживание. Кроме того, машину должны были перекрасить. Вот эти люди, которые, по словам борца, ему очень хорошо знакомы, вот они проводили все машины необходимые действия по обслуживанию. Каких-то дополнительных уговоров с тем, как они должны перемещаться по столице, получать ли специальное разрешение от спортсмена, никак они об этом не договаривались, потому что, ну вот, были хорошо знакомы. Сам спортсмен поясняет, что сегодня машину возвращать ему не должны были. Для него стало большим шоком то, что, когда ему позвонили и сообщили, что автомобиль, его автомобиль попал в смертельную аварию. Скорее всего, как предполагает сам борец, сотрудники автосервиса решили проверить этот автомобиль и, как ни прискорбно, возможно, причиной этого смертельного ДТП стала банальная жажда скорости. Погода, ну и, конечно же, где-то гонки, наверное, да, какие-то где-то поднажал, захотел проверить машину, ну и не справился с управлением. Автомобиль, который от удара буквально намотал, а на столб уже увезли. Сейчас на месте заканчивают свою работу коммунальные службы. Они уже очистили дорожное полотно в результате аварии. Здесь образовалась на Варшавском шоссе довольно большая пробка, и так усугубив сложную дорожную ситуацию. Сам спортсмен говорит о том, что вот на данный момент для него неважно, кто и как будет возмещать ему стоимость автомобиля. Известно, что машина имела обычную страховку. И вот он говорит и подчеркивает, что для него самое главное, чтобы человек, который пострадал в результате этого ДТП, остался жив и шел на поправку. Андрей Ященко, Александр Матвеев, LifeNews.